Всем привет дорогие друзья, с вами Полутис и сегодня мы поговорим про Super FNAF 2. Сегодня мы поговорим, будет ли эта игра вообще сделана и выпущена, и стоит ли нам её вообще ожидать, так скажем. Да, ребят, сегодня это главная тема, которую мы будем обсуждать. Что ж, надеюсь вам этот ролик понравится, и вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Ну ладно, я не буду долго тянуть, давайте приступать. Но перед началом, интро. Итак, давайте всё же начнём с того, что же должно было быть в игре. А игра, во-первых, давайте начнём с этого, то что происходит во времена FNAF Sister Location, и главный герой там тоже аниматроники с FNAF Sister Location. И насколько я знаю, то что сюжет должен быть таков, то что мы играем за аниматроников, и мы должны найти пропавшего ребёнка, который кто-то похитил или что-то такое. Словом, такой должен быть сюжет. И что ещё было про игру вообще известно. Вообще, даже была демо-версия этой игры. Но как демо-версия? Это была первоапрельская шутка. В 2018 году, первого апреля, разработчик выпустил якобы демо-версию. Но на самом деле, это просто была как бы шутка. Ну ладно, это так, чтобы вы просто знали. Но, что ещё было интересненького? Ну, не знаю, даже нечего отметить. На самом деле, разработчика уже давно нет на связи, и он ничего не постит. А конкретно, вот вы видите дату последнего поста. И непонятно, что сейчас происходит с игрой. Но ладно, давайте попытаемся в этом разобраться. Итак, на самом деле, то, что происходит с игрой, и как она там вообще, разорабатывается или нет, находится прямо у нас под носом, можно сказать. А именно, последний пост, который выложил разработчик, и есть ответом на эти вопросы. Итак, я уже показывал, какого числа был выложен этот пост, точнее, запущен. И, да, это я показывал, но не показывал содержимое. Поэтому, давайте посмотрим, содержимое, точнее, прочитаем. Итак, прежде всего, вы, вероятно, задаётесь вопросом, почему разработка так долго молчала? Это всё ещё происходит? Супер ФНАФ 2 отменяется? Чтобы ответить, Супер ФНАФ 2 всё ещё находится в разработке. Но почему так долго? Почему Супер ФНАФ 2 находится в разработке уже более трёх лет? Большая часть это может быть связано с тем, что Супер ФНАФ 2 визуально и эстетично стала лучшей игрой, какой только может быть, и с проблемами, с которыми мне пришлось столкнуться. И дальше разработчик рассказал о проблемах, которые, так скажем, помешали ему создать эту игру, так скажем, быстрее, выпустить её, и все такие дела. Словом, давайте я их тоже вам расскажу. Геймплей. Сам разработчик рассказывал то, что геймплей, по его словам, не был забавным, и все такие дела. Словом, был скучным, и поэтому он решил переделать геймплей. Второе, это художественный стиль. И здесь разработчик рассказал то, что ещё он много времени тратил на то, чтобы создать красивую, так скажем, картинку, нарисовать, прорисовать и все дела. И у него это получилось, потому что по многочисленным гифкам, всяким скриншотам из игры, моментам, можно было заметить то, что реально прорисовка стала намного лучше. И это как бы одну из причин, почему так долго игра создаётся и создавалась. Короче, вы поняли. И следующая причина. Жизненные вызовы здесь, в этом пункте. Автор рассказал то, что у него были депрессии, депрессионные, точнее, состояния, и личные проблемы в личной жизни, и из-за которых у него не получалось ни разрабатывать эту игру, так как у него не было ни желания, ничего такого. Словом, здесь его можно просто-таки понять, потому что он уже взрослый человек, но у него есть какие-то личные проблемы. Ну ладно, здесь его нельзя ни в чём винить. Тут как бы уже, как карта ляжет, так скажем. Ну ладно, что ж, теперь давайте ответим на тот вопрос, который волнует всех. Разрабатывается ли в Супер ФНАФ 2 сейчас? И будет ли он, собственно, выпущен? Отменён он или нет? Ответ нет. Он не отменён. И выпущен он должен быть как минимум. И почему я так думаю? Да, так думают, наверное, все. Все, наверное, кто следит за Супер ФНАФом, кто как бы его разбирает. Итак, во-первых, вот этот вот пост, который только что я вам прочитал, это как бы и является оттолкновением от прошлого Супер ФНАФа 2. То есть, здесь разработчик рассказал, что геймплей ему не понравился. По его мнению, геймплей не был забавным, поэтому он будет переделывать геймплей и все дела. То есть, игра будет делаться как бы заново, но уже с более готовыми моделями, всеми делами и так далее. Так что, возможно, уже в этом году и будет дропы игры. Хотя это, конечно, маловероятно, потому что автор до сих пор молчит. Как бы если игра уже почти заканчивалась, свое, так скажем, разрабатывание, я не знаю, то есть, игра уже почти была бы готова, то автор бы что-то уже говорил. Но это так, лишь теория. Возможно, я и не прав. Возможно, он сейчас прям, пока я тут с вами общаюсь, он уже что-то пишет в геймплей желте и рассказывает. А мы этого даже не видим, потому что да, потому что да. Поэтому, ладно, ребят, что ж, надеюсь, вам этот ролик был интересен и полезен хотя бы кое-как. Ну и, надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Ну а с вами был Ползис. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Блин, какие там елки. Ну ладно.